Вчера было огромное знаковое событие в жизни России. Президент Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Совету. И обсуждалось с тем, конечно же, много. И одна из наиболее основных, наиболее емких была, конечно же, по вопросам ежемесячных выплат на каждого ребенка. Низкие доходы значительной части наших граждан – это острейшая проблема, которая угрожает демографии и демографическому будущему нашей страны. И есть цифры, есть статистика. 70-80% семей с низким доходом – это семьи, конечно же, с детьми. Президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года. Если доходы низкие, семьи должны получать дополнительные выплаты на первого и второго ребенка. 466 тысяч за первого ребенка, 616 тысяч рублей за второго, за третьего, погашение ипотечного кредита на 450 тысяч рублей. Выплаты более 11 тысяч рублей в месяц за каждого ребенка до 7 лет. И, в общем, нужно разбираться, с какими трудностями сталкиваются многодетные семьи, заявил президент. А с этими заявленными темами разобраться нам поможет гость. Это утро вместе с нами встречает Татьяна Шкурина, консультант отдела адресной и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Доброе утро! Доброе утро! Итак, тема обширная. Для того, чтобы разобраться, с чего стоит начинать? Ну, полагаю, что стоит начинать с того, что уже реализованы тоже инициативы президента, которые были озвучены в 2018 году и с 2018 года на всей территории Российской Федерации и у нас в Республике Крым тоже предоставляется ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка. В связи с рождением первого ребенка эта выплата предоставляется органами соцзащиты. В связи с рождением второго ребенка предоставляется пенсионным фондом и средств материнского капитала. Размер этой выплаты привязан к прожиточному минимуму, и с 1 января текущего года, естественно, этот размер изменился, и он составляет 11 225 рублей. В прошлый раз, находясь в этой студии, ваш коллега задал вопрос о размере этой выплаты у нас в Республике Крым. Не обижают ли наших крымчан? И нам хотелось бы это тоже выяснить. Поэтому это очень был интересен вопрос, и я решила, зная, что приду сегодня к вам в гости, сделать такой небольшой мониторинг. И действительно, и президент Российской Федерации вчера озвучил, что средний размер по Российской Федерации прожиточного минимума для ребенка составляет на сегодняшний день, не на сегодняшний, а выплата именно это, 11 004. 11 тысяч, простите, 004 рубля. То есть это среднероссийский прожиточный минимум для ребенка в среднем по России. Мы, как Республика Крым, входим в состав Южного федерального округа, и я вчера посмотрела там 13 субъектов, вот, то мы на четвертом месте. Наш размер сейчас составляет 11 225. И хочу обратить внимание, что, например, в Петербурге он меньше 11 175, если не ошибаюсь. Ну, как-то так интересна картинка. Очень неплохие показатели. То есть не обижены. Не обижены. Поэтому эту тему мы сегодня уже закрываем в той части, что, да, граждане, проживающие семьи, которые имеют право на эти выплаты, имеют достойный размер этой выплаты. Повторюсь, 11 225. Не все семьи, конечно, имеют право, только нуждающиеся. И критерий нуждаемости тоже прошу обратить внимание, что с 1 января 2020 года он увеличен до двух прожиточных минимумов. И в денежном эквиваленте это составляет 23 024 рубля. Прошу обратить внимание, что семьи, у которых право на эту выплату, начиная с 2018 года, отсутствовало именно по критерию нуждаемости, то есть у них прожиточный минимум, вернее, средний душевой доход в семье был больше 15 тысяч, и права у них на эту выплату не было. То так как выплата продлена, во-первых, до трех лет, до исполнения ребенку трех лет, и критерий нуждаемости тоже повышен, мы приглашаем эти семьи обратиться в органы соцзащиты для повторной проверки их права на эту выплату. Я думаю, что еще прошу обратить внимание, что назначение будет с дня обращения, поэтому не теряйте время, обращайтесь в органы соцзащиты по месту жительства, если это касается рождения первого ребенка, и в пенсионный фонд, если это касается рождения второго ребенка. Ну вот мы проговорили, что в таком размере сейчас получают семьи с 2020 года в случае рождения первого и второго ребенка. Но есть еще и выплата в связи с рождением третьего или последующего ребенка. Это республиканский уже бюджет, платится из республиканского бюджета, и исполняется, предоставляется эта мера в соответствии с нашим республиканским законодательством. А можно тезисно, вот, некоторые интересные положения, как людям все-таки получить эти привилегии, как получить выплаты, если вот они ожидают третьего ребенка, пусть готовятся уже. Пусть готовятся. Дело в том, что эта выплата предоставляется с учетом дохода семьи тоже. Конечно, конечно. Здесь критерий нуждаемости два прожиточных, два с половиной прожиточных мимо на человека. Вот, но готовятся, что вы подразумеваете под словом готовятся? Ну, наверняка нужно предоставить пакет документов, какие-то данные, проверки, процедуры. Если они еще готовятся, то не нужно бежать впереди паровоза. Все эти процедуры происходят по факту рождения ребенка. Потому что основополагающим документом будет свидетельство о рождении ребенка. Поэтому с рождением ребенка после регистрации малыша, пожалуйста, милости просим в органы соцзащиты за определением права на данные меры соцподдержки. Существенно, что при определении права в случае рождения третьего ребенка доходы семье предоставляет за три предшествующих месяца. Три предшествующих месяца месяцу обращения. А при определении права на данную выплату, на аналогичную, правильнее сказать, выплату по случаю рождения первого-второго, предоставляются доходы семьи за 12 месяцев предшествующих месяцу обращения. Действительно, как по мне, процедура несложна и очень значима. Очень интересно у нас начинается 2020 год с таких новостей, потому что это все-таки позволит многим семьям жить лучше. Ну и, конечно же, дети, дети – наше будущее, их надо обеспечивать. Порой это бывает непросто. Тема непростая. Но вам огромное спасибо за то, что пришли сегодня, встретили это утро вместе с нами. Поэтапно рассказали, как поступать в тех или иных ситуациях. Ну а нашим гостям я хочу напомнить, что это утро вместе с нами встречала Татьяна Шкурина, консультант отдела адресной и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.